Важнейшее событие в портовой отрасли Украины Ukraine Ports Forum прошел в Одессе впервые. Его участники приехали из 23 стран мира. В зале собрались топ-менеджеры 300 мировых транспортных компаний. Все они – потенциальные инвесторы. Им и презентовали новую национальную стратегию. Министерство инфраструктуры планирует связать с современной автодорогой все крупные черноморские порты и установить около сотни мобильных контрольно-весовых комплексов на дорогах. А также построить 50 новых аэропортов, перейти на электротрансфорт, провести железные дороги с евроколеей в крупные города страны и запустить суперскоростной вакуумный поезд. Он, кстати, пройдет через Одессу. Чтобы воплотить в реальность фантастическую стратегию, в Министерстве создадут оперативный план работ. Уже в этом году на модернизацию инфраструктуры обещают привлечь 90 миллиардов гривен. У нас почти отсутствует наземная портовая инфраструктура. Есть проблема с скоростью навантажения осудов, есть проблема с осадкой в портах. Сегодня мы ожидаем, что в рамках государства Украины будет вкладано инвестиции около 90 миллиардов гривен в инфраструктурные объекты. Это и дороги, это и залезницы, это аэропорты, это, соответственно, порты. В наших планах до 2030 года реализовать, ну, принайменно, не меньше 46 инвестиционных проектов. Как пример, стивидорная компания «МВ Карго», которая совместно с крупнейшей всемирной продовольственной корпорацией «Каргел» завершает в порту Южный строительство крупнейшего зернового терминала мощностью 5 миллионов тонн в год. Строительство этого терминала является самым крупным инвестиционным проектом в Украине. Его общая стоимость составляет 150 миллионов долларов. Финансирование осуществляется национальным инвестором «МВ Карго» совместно с Европейским банком реконструкции и развития и Международной финансовой корпорацией. Терминал оснащен уникальной собственной железнодорожной и автомобильной инфраструктурой. Станция разгрузки будет пропускать 790 машин в сутки, а станция разгрузки для железнодорожного транспорта – 256 вагонов в сутки. Но все же инвестиционных проектов в Украине сегодня недостаточно, подчеркнул вице-премьер. Профильное министерство активно занимается поиском новых инвесторов. Речь идет о концессии. Именно такой вид партнерства государства и бизнеса в сфере транспорта считают оптимальным в украинском правительстве. «Украину можно рятувати тільки прозорі іноземні инвестиції. Не з Кипру, не з офшорних устроїв, а з проведних компаній світу. І такі компанії є. Вони хочуть зайти в Україну. Це компанія «Хальсон Порс» – номер один оператор портової освіти. Це компанія «Діпі Ворлд» – номер три оператора портової освіти. Концессію треба збільшувати. Тобто це абсолютно нормальна модель – 25-49 років. Максимально обмежено законом зараз є 49 років. Але є маса партнерів Європи, які мають концессійні договори на 400 років і успішно розвиваються. У нас вічна істерика. Знаєте, це просто насправді манипуляція людьми». На форумі також представили варіант реаніміровання порта Ріні. Проект создання там спеціальної економічної зони уже направили на розсмотрення правительства. «Те, що ми пропонуємо, збільшити з одного боку так званий поріг входу в свободну економічну зону інвестицій з 200 тисяч до 500 тисяч доларів – це перше. Друге – надати пільги сплаті податку на прибуток. А саме перші три роки, щоб це був нуль, наступні три роки, щоб це було 50 відсотків віддіючої ставки і через шість років після здійснення інвестицій відповідно на загальних умовах». На розвиті морських портів України до 2030 року планирують привлечь 44 мільярда гривень інвестицій.